Хочешь научиться свинговать? Досмотри это видео до конца! Всем привет! Меня зовут Паша Корчевский. Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я вам расскажу, как играть свинг, чтобы не было так, а было вот так. Значит, давайте разбираться, что такое свинг. В первую очередь, это направление в джазе, которое было популярным в 30-е и 40-е годы в США. Люди просто ходили танцевать под эту музыку. Это было танцевальной музыкой, как сегодня у нас просто попса электронная. Это вот танцевальная музыка. Тогда была только акустическая музыка. Играли джаз, вот этот свинг, который заставлял людей танцевать. И это вот первое, что нужно уяснить, что нужно всегда держать у себя в голове и в своем сердце. Что, когда ты пытаешься свинговать, то есть нужно так свинговать, чтобы людям хотелось танцевать от твоей игры. Ну и тебе, соответственно, в первую очередь так же, чтобы хотелось, как бы, ну, чтобы тебе это двигало, как бы. Это танцевальное такое ощущение, как бы, свинг. Первое, что вам нужно сделать, это просто найти исполнителей той эпохи, самых популярных, таких как Каунт Бэйси, Дюк Эллингтон, Луи Армстронг. И просто начать слушать эту музыку, как бы, впитывать в себя это звучание, этот ритм, это, как бы, ощущение, это вот это движение, которое, да, тебе хочется танцевать, которое тебя двигает, как бы, вот этот свинг, он переводится как, да, качание. Оно начинает качать такой настоящий свинг, когда ты его слушаешь, именно американский. Он качает. Вот пару примеров я выбрал, которые вы можете послушать прямо сейчас. Зайти на Apple Music, Spotify, YouTube. Это вот, послушайте, Каунт Бэйси, Оркестр, Shining Stockings. Также Дюк Эллингтон, Cotton Tail. Вот, и еще мне очень нравится Луи Армстронг с Элли Фиджералд. Они играют чик-ту-чик. Тоже обязательно послушайте, как там, какое там время, какой там свинг. Очень обалденно. И просто наслаждайтесь, просто слушайте эту музыку каждый день. Тем самым вы будете привыкать, и ваши уши, ваш мозг будет распознавать настоящий свинг. Когда уже вы будете его пытаться играть, у вас уже будет это ощущение. То есть нужно сначала это ощущение почувствовать, хотя бы как-то. И потом уже начинать разбираться в этом более, как бы, с теоретической точки зрения. Какие там тревольные пульсации, какая она, где это засвингованная восьмая и так далее. Но в первую очередь слушайте и слушайте эту музыку. Особенно вот тех годов, 30-е, 40-е годы. После того, как вы послушаете эпоху от оркестров свинговых, 30-х, 40-х годов, переходите к бибопу Чарли Паркер, Диззи Гелеспи. И слушайте, как они свингуют, потому что они вышли из этой эпохи. Но там такое же ощущение свинга, только просто язык поменялся. Импровизационные. Слушайте очень внимательно, как они, да, как они свингуют. Слушайте отдельно барабанщика, отдельно басиста. Как барабанщик с басистом играет четверти. Это очень важно. Это знать, как бы, очень важно это тоже почувствовать. Эти четверти засвингованные. Любую Чарли Паркера композицию открывайте. Там какой-нибудь Муз де Муч. Там очень, очень круто, когда вот, да, слушать оригинальную запись, как там они свингуют. Это просто вообще обалденно. Вот, первый этап это слушать, слушать и слушать. Теперь мы перейдем к теоретической стороне вопроса. Где же, где же этот свинг? Как его играть? Как вот это ощущение научиться ему? В первую очередь, что нужно понимать? Свинг это расстояние между нотами. Как ты, да, играешь это расстояние? Как ты владеешь этим расстоянием? У каждого оно немного свое. Каждый чуть-чуть по-разному интерпретирует это расстояние в пределах, как бы, да, вот этого ритма и так далее. Потому что не только восьмые можно свинговать. Также мы свингуем и четверти. Когда ты слушаешь барабанщика с басистом, который, да, понимает, что они делают, знает, что они делают, когда они свингуют. Они, как бы, вместе это делают. И вместе у них, как бы, одно ощущение расстояния между нотами. И когда они играют эти четверти, и они, как бы, у них такое получается, как будто они, как на английском говорят, как в замке, в замок это все так делают. И вместе, как бы, качают, начинают ритм идти, как бы. Пээ, деэ, 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 деэ. Вот эта тарелка с басом. Тээ, деэ, 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 деэ. Вот. И тоже, как бы, четверти, да? И тоже свингуются. Нужно все свинговать, не только восьмые А когда мы говорим о восьмых нотах Есть несколько концепций Как определить, как найти эту свинговую восьмую Значит, можно через триоль Через восьмую триоль Либо через четвертную триоль Если мы берем триоль из восьмых То вторую восьмую в триольной группе Мы ее пропускаем и играем третью И получается, если у нас Вот она как бы Грубо говоря, вот она здесь находится Вот, либо мы определяем Эту восьмую через четвертную триоль Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Через четвертную триоль Мы не играем третью в ней В этой группе Мы не играем третью, мы играем только вторую да 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 если ты пытаешься доиграть через за четвертную триволь там чуть-чуть ощущение другое становится вот и Грубо говоря, вот эта свинговая восьмая, это что-то между триольной, вот этой восьмой, четвертной. Когда ты по-настоящему начинаешь свинговать эти восьмые, это что-то между ровной восьмой и триольной восьмой. Это не совсем такая жесткая триольная восьмая и неровная восьмая. Это что-то между, это все как бы зависит от контекста, от музыки, от темпа. И свингует ли с тобой ритм секция или нет, если она не свингует, тебе уже сложно свинговать, потому что у тебя нет вот этих четвертей, которые тебя тоже подстегивают. Если вы по-прежнему смотрите это видео и вы не подписаны, то пожалуйста подпишитесь прямо сейчас, чтобы быть всегда в курсе новых видео, новых уроков. Это меня мотивирует продолжать делать этот контент. Спасибо вам большое. Переходим к практической части вопроса. Значит, как мы занимаемся свингом? Первое, что вам нужно делать, это каждый день, перед тем, как вы будете заниматься, если вы только как бы начинаете учиться этому, обязательно слушайте эту музыку. Ну, посвятите этому хоть какие-то там, не знаю, 10-15 минут, послушать несколько композиций той эпохи. Опять же, вот я повторяю, оркестр Каунта Бэйси, Дюк Эллингтон и также бибоперов обязательно слушайте. Чарли Паркер, Дизиги Леспи. Слушайте внимательно, не только как солист играет, когда вы биг бэнг слушаете, да, слушайте, как играют дудки, как играют трубы, ну, оркестр, да, как они свингуют. Почему они свингуют в определенном темпе так, в медленном темпе они свингуют таким образом, в быстром темпе они свингуют другим образом и так далее. Слушайте, вникайте, слушайте обязательно ритм-секцию, как они эти четверти расставляют, особенно когда там, ну, просто четверти гитарист, да, чешет эти чанг-чанг, на английском они называют чанг-стайл, да, вот они чанг-чанг-чанг-чанг-чанг. Вот, качает просто этими четвертями, обязательно слушайте и просто вот это, как бы, ощущение впитывайте в себя все время. Вот, потом, да, переходите к бип-операм, слушайте, как, ну, опять же, да, всех слушайте, ритм-секцию солиста слушайте, ну, обязательно обращайте внимание на восьмые, как вот, как они расставляют вот это, да, вот это, эти расстояние между нотами, как они, как они это делают между вот, каждый восьмой, как они свингуют, да, вот, и впитывайте, и, да, еще хорошее такое упражнение, даже не надо на инструменте играть, а просто старайтесь петь вместе с записью. Включайте там, да, вот, канта бейси, да, Shining Stockings. Просто как бы с ними поете, да, простите за мою интонацию, я мимо нот не умею петь, ну, главное, ритм и вот это ощущение. Вот, и также, да, другую композицию включайте, просто вместе с ней поете. Это самое такое тоже полезное упражнение, когда уже там, допустим, либо устали, там, играть не получается играть, просто едете и пойте вместе с ними вот эту тему пойте, соло пойте, все пойте, чтобы вы могли вот в первую очередь петь, это могли спеть, да, а потом уже играть. Также можете просто заниматься, включать метроном и пропевать гамму, либо просто, как бы, ритм этот напевать, не обязательно, там, попадать в ноты, не в этом, как бы, суть, а суть вот этого ритма. И все, как бы, в таком духе занимайтесь, да, пропевайте, напевайте импровизацию. На что нужно обратить внимание, когда вы занимаетесь свингом? Всегда, вот и знайте, раз и навсегда, звук всегда должен тянуться, от первой четверти до второй и так далее. Всегда звук тянется, какие-либо вы не играли длительности. Звук должен всегда тянуться до самого, как бы, последнего момента. Вот, особенно если вы басист, четверти не должны иметь дырок между собой, как бы, всегда должен звук тянуться, да, 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 всегда, как бы, он тянется. Вот, и тогда сразу будет звучать все гораздо лучше, гораздо, как бы, круче. Вот, не делайте дырок между нотами, ну, это просто, как бы, лажа сразу звучит, ну, звучит не джаз, как бы. Когда звук не тянется, это все, можно просто сворачиваться и уходить. Вот, также, когда играете восьмые, все восьмые должны тянуться, как на одном выдохе, особенно, ну, духовикам понятно, им надо дышать. Вот, если вы гитарист, пианист, пытаетесь играть, как, как духовик, как духовик, то есть, да, чтобы звук тянулся, чтобы не было дырок между нотами, все сразу будет звучать гораздо лучше. Это такая, самая, такая, отличительная черта вот этой музыки джазовой, когда, ну, звук тянется. Понятно, есть какие-то, там, определенные аранжировки, где специально не нужно тянуть звук, но по умолчанию звук всегда тянется. Вот, запомните раз и навсегда. Этим и отличается американский джаз от всего остального джаза. У них всегда звук тянется, любого хорошего музыканта ты слушаешь, звук тянется, на чем-либо он не играл, на любом инструменте, все ноты тянутся. И вот еще забыл сказать про ощущения, особенно, ну, четвертей засвингованных. Это вот, когда ты играешь не на опережение и не просто сзади ты играешь, как бы, да, пытаешься синговать и начинаешь замедлять все. Нет, это вот, у тебя есть вот эта пульсация, да, и ты, как бы, как будто, как в последний момент эти четверти, как бы, нажимаешь. И вот это получается, так как бы, качание, вот это ты, да, 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 как бы, в последний момент не опережаешь эти четверти, этот пульс, и, как бы, и сзади не плетешься, а, как бы, ты его в последний момент, как бы, ну, это такое, как бы, специфическое ощущение, его нужно, как бы, понять его, словить однажды, как-то, да, это ощущение. Пожалуйста, досмотрите это видео до конца, чтобы ничего не пропустить. В самом конце я дам вам один хороший совет, который когда-то я получил от своего педагога, который просто изменил всю историю моего обучения свингу и джазовой музыки в целом. Когда мы учимся играть восьмые, есть такое правило, вот, допустим, вот, есть у нас цепочка восьмых, вот, восемь восьмых, да, в такте, в четырех-четвертом такте, мы лигуем вторую с третьей, потом мы лигуем четвертую с пятой, потом лигуем с шестую, с седьмой, и потом с восьмой, и опять к первой, восьмой, да. Получается, чтобы, да, не на легато играть, и не все с языка играть, это также помогает играть в быстром темпе, чтобы тоже так же свинговались восьмые, и это значит, это звучит таким образом. Я сейчас сыграю утрированно, чтобы вы, как бы, поняли, о чём я говорю. Вот в этом примере я лиговал вторую с третьей, восьмой, четвертую, с пятой и так далее. Ну, и специально акцентировал, чтобы вам было понятно и слышно. Вот, а когда мы играем это уже, ну, по-настоящему, да, не приучаем себя это делать, то не нужно так сильно акцентировать, просто слегка акцентируем, как будто мы играем на легато, но слегка языком мы отмечаем эти ноты. Слегка не нужно долбить эти ноты сильно. Когда вы занимаетесь восьмыми, такой вам совет. Сначала проигрываете на легато, какую-то гамму, да, над которой вы занимаетесь, а потом подставляете язык, чтобы леговать вторую с третьей, четвертую с пятой, шестую с седьмую, восьмую, да. И вот так занимайтесь, чтобы у вас, как бы, было не сильное отличие между этими нотами. Сначала на легато, да, до мажора играете. Потом на легато, потом вот артикулируете, да. И следите за тем, чтобы звук тянулся, то есть, каждая восьмая, чтобы тянулась до последнего, чтобы не было дырок совсем, чтобы, да, 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 чтобы не прерывался звук на одном выдохе. Не важно, на каком инструменте играете, звук должен тянуться обязательно. Также я вам советую заниматься одинарным языком, когда вы упражняетесь, играя гаммы, трезвучия и так далее. Можете начать, если вы, как бы, начинающий, можете сначала начать заниматься на одной ноте. Какую-то легкую ноту для себя берете и ставите какой-то в себе метроном, да. Ставим метроном. Типа вот сто у нас, да, метроном. Играем вот ноту фа по музыке. И как бы так, утрированно ее акцентируем. Учимся акцентировать слабую долю. Чтобы не замедлялось, ну и не загонялось. Ну, как бы, да, вот эта вот пружина, чтобы была, чтобы свинговалась. Да, 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 да. Следим за этим. И потом просто, когда вот в биг-бенде в каком-то мы играем, вот тот же Shining Stockings, да, допустим, там одинарным языком много, что можно сыграть в таком темпе. Не обязательно, то есть там лиговать, либо, как бы, лучше даже одинарными играть. Раз, два. Раз, два. Вот, видите, как это все одинарным языком играется. Сейчас я вам продемонстрирую на примере Autumn Leaves, как я свингую, как я играю эти восьмые, которые как бы между ровной восьмой и триольной восьмой. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Следующий подход для освоения свинга. Я советую тем, кто уже более-менее владеет инструментом, я вам советую заниматься, играть соло Чарли Паркера. Вот такая, то есть, да, есть книга, можете ее найти онлайн, я думаю. Вот это просто его соло. Вот, и вы просто с записью, тут уже все снято, что вы можете сделать. Тут не проставлена артикуляция, вот что я вам советую, взять эти соло, какой-то там соло, который вам больше всего нравится, послушать именно артикуляцию, как он лигует ноты, где он акцентирует, где он там какой-то делает, знаете, иногда там, как волны там погромче, потише. То есть, все нюансы выписать прямо на этом соло, да. И потом это слушать, пытаться повторить и играть вместе с ним, вместе с этой записью. Найдите на ютубе эту запись и просто там замедлите, допустим, если это быстро. И играйте как бы сначала медленно и постепенно разгоняйте. То есть, занимайтесь, слушайте внимательно, как он свингует. Вот, это самое полезное. Играйте. Это самое полезное. Играйте с Чарли Паркером каждый день. Так, еще быстрее вы научитесь свинговать. Еще быстрее и лучше у вас будет получаться, чем если вы как бы не слушая, а пытаетесь научиться этому ощущению. Итак, лайфхак, как я и обещал, который изменил всю историю моего образования, моего обучения джазом, свингом, который я получил от своего педагога, еще в Новосибирске, от Владимира Ивановича Лобанова. Вот он всегда мне говорил, чтобы ноты были все одинаковые между собой, да, расстояние было всегда одинаковое. Но самое главное, следить за сильной долей, чтобы она была на месте всегда. Это просто, это самое главное. Если у вас сильная доля не на месте, все, все сыпется, все не ритмично, не свингуется, естественно, если нет сильной доли на месте. Вот всегда следите, чтобы она была на месте и чтобы ноты были одинаково, чтобы они все были одинаково озвучены, с одинаковым временем вот этим между собой, да, чтобы все было на месте. Следите, потому что, ну, часто бывает, допустим, почему-то у барабанщиков такое бывает, я много раз замечал, они как бы могут, ну, просто время, да, свинг более-менее там держать четверти. А когда начинают сбивки играть, они у них всегда быстрее звучат, как бы они почему-то следят, ну, не за тем, как бы не за сильной долей, чтобы у тебя вовремя все это были, и чтобы ноты были все одинаковыми. Вот, и все, он почему-то становится сразу не ритмичным, такое часто бывает почему-то у, ну, молодых барабанщиков, да, тех, кто только учится. Вот, и всегда нужно следить за сильной долей, чтобы она всегда была на месте. Также, когда вы играете быстрые длительности, шестнадцатые, то есть не загоняйте их, следите, чтобы все попадало, как бы, в сильную долю вовремя, чтобы ничего не опережалось, не замедлялось. Чтобы все звучало широко, ритмично, чтобы все ноты были одинаково озвучены, как одна нота звучала, что в любом регистре. Это самое главное, за чем нужно следить. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Я желаю вам приятных занятий. Пока-пока.